По милости Божией, братья и сестры, мы живем. Где-то приходится быть нам и в воле Божьей, но нам, христианам, Господь говорит о своей воле, которую мы должны выполнять, быть в Его воле. И воля, и милость, оно что-то похожее, но не совсем. Я хочу прочитать Божье Слово. Вместе с вами мы будем еще молиться за нужды. Господь уже нам говорил, и я продолжу то, что лежит в моем сердце. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, слова Иисуса Христа, 14 стиха. Давайте мы очень будем внимательны к слову, которое Бог говорит мне. Не нам, мне. Каждому из нас Бог это говорит. Вы свет миру. Можно подставить свое имя Я. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И в конце этой главы, 44 стиха. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, милость Божья, она заключается в повседневной нашей жизни, как здесь мы прочитали, солнце светит на добрых и злых. Мы сегодня не можем порой отличить, в какую категорию я вхожу, злой или добрый. Солнце светит, утром встал, день идет, машина привезла, машина отвезла, обед есть, одежда есть, ну, плюс-минус, вроде Господь. И на самом деле Господь. Но Божье Слово нам глубже напоминает о воле Божьей. А вот воля Божья, она открывается немножко в другом формате. Это то, что себе, это твое. А то, что другим, это Господь нам дает. Как это нужно делать? И я хочу в нашем служении, я в первую очередь проповедую себе остальное вам, передаю это слово, делясь с вами, своими переживаниями. Что хочет Господь от меня? И вот мы читаем слова Иисуса Христа, которые когда-то, Христос, будучи на земле, Он оставил верующим людям. Верующим. Неверующим это не сказано. Неверующим. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог говорит неверующим людям о покаянии. Верующим вся Библия. Все то, что читается, это все верующим людям, которые заключили завет, которые пообещали, вошли в Его завет на основании Его слова. Мы это в свое время пообещали. И заметьте, в нашей жизни, когда мы пообещали, мы стали частью Церкви. А возможно, мы не вникнули в договор. Мы иногда на работы встраивались, встраиваемся. Наша порой главная задача – цифру, чтобы нам назначили, сколько буду зарабатывать. И мы порой больше на это акцентируем внимание. Хорошая зарплата. И мы иногда этим и хвалимся. Вот я устроился на работу, или устроилась хорошая зарплата. И этим пользуемся, потому что нам это более интересно. Но порой нам неинтересно то, что мы заключаем контракт, договор, и там есть пункты, что человек обязан. Приходить там вовремя на работу, вовремя обед, или по времени обед, вовремя уходить, приходить. И много, очень, каждый в своей работе знает. Проходит время. В нашей работе мы зачастую сталкиваемся с некоторыми вопросами по работе. Мастеры, смотря в кого, какой начальник. И мы начинаем, получается, возмущаться. Неправильно. Там нам зарплату дали, премии нету, аванс не выдали, там еще какие-то бывают в нашей жизни ситуации, особенно на работах. И знаете, и вот тут включается что-то наше. Потому что человек за цифрой гонится. Обещали им. И знаете, когда нас порой не трогают, или мы, вернее, никого не трогаем, вроде все своим чередом идет. Но когда нас цепляют, получается, мы ищем справедливость. И зачастую, получается, мы не понимаем, что наша справедливость нас предает. В свое время так получилось с Давида. Он за справедливость был. Смерть тому человеку. Кто так поступил? Помните, Нафан рассказал интересную историю. Но когда Давид сам себе вынес прыговор, Нафан сказал, ты этот человек. И вот, дорогие мои, нам надо особенно быть внимательны к тому, что мы говорим. Мы должны быть внимательны, с чем мы в свое время согласились. Мы пообещали Богу служить. Пообещали Богу служить. И вот в свое время Иисус Христос, придя на землю, я не всю читаю эту главу, там вся глава, а это наша практическая жизнь, которая в повседневной жизни. Но я хочу уделить внимание вы свет мира. И ударение поставить, как написано, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И еще такой момент, чтобы мы светили в доме. Так написано. Я не буду говорить о многоразличной благодати. Я хочу ударение поставить на наш дом. Как мы, христиане, светим в доме. Что является светом. И вот Иисус Христос говорит уже в второй части, которую я вместе с вами прочитал, говорю, любите врагов ваши. Вообще, у христианина врагов не должно быть. Не должно быть. Но почему-то так написано, любите врагов. У нас иногда есть враги, то есть к нам возможно и есть. Но с нашей стороны христианской жизни не должно быть. И это вообще даже не обсуждается по Евангелию. Кто-то меня обидел, кто-то мне плохое сказал, кто-то меня унизил. Знаете, это очень малый уровень. Это детство такое. Это духовная такая слабость человека. Как ты тебя обидел? Слушайте, ты же пообещал Богу, чтобы, что ты никогда не будешь обижаться. Там написано так. Ты же пообещал Богу, что ты никогда никого не будешь осуждать. Ты это пообещал. Ты подписал. И я возвращаюсь в пятую главу пророка Исаии, не прочитывая ее, насколько могу в памяти вспоминаю. Там сказано о песне возлюбленному, которую написал Бог, знаете, народу своему. И там написаны такие слова. Господь такой образно рисовал, что я насадил отборные виноградные лозы, виноградник обнес, оградой. Вот мы читаем. Эти слова выкопал, в нем точил, а я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И можно дальше читать. Мы видим, когда народ это не сделал, какие последствия пришли к народу. снялась ограда, перестал проливаться дождь и перестал Господь обрезать этот сад. Это сказано о Божьем народе. Дорогие братья и сестры, зачастую мы сами, нарушая Божьи заповеди, знаете, подставляем себя, свой дом, свой род, свое поколение, обижаясь на кого угодно, только не на себя. Только не на себя. И вот воля Божья, она в этом и заключается. Она угодная, совершенная. И воля Божья, чтобы мы носили бремена друг друга, чтобы мы терпели, чтобы мы смирались. Я говорю это себе, еще повторяю. А это о нас. Мы, когда входили в воды, когда мы, возможно, обновляли свое покаяние, не раскаялись, мы забыли. Мы забыли. Проходит время. Знаете, мы стали опытными, мы много стали знать и не заметили, как враг обманул. И мы, Слово Божье, которое адресовано именно ко мне, к тебе, священник дома своего, к тебе, жена, у тебя есть муж, у тебя, муж, у которого есть жена, тебе адресовано это Слово. Мы это Слово берем и начинаем в чей-то город, в чей-то адрес, в чей-то дом, не понимаем. Дорогие мои, я сегодня искренне вам говорю. Мы не понимаем, что мы сами снимаем ограду Божию со своего дома. Снимается Божья ограда. Кем? Моим языком. Моей жизнью. Моими поступками. Как оказалось, ты, Божий человек, которому столько прощено, тебе Бог простил, а ты всего лишь сто динариев упоминаешь брату своему, и ты его за этих сто динариев так душишь, ты ему столько не прощаешь, всего лишь за сотню, там притча, такая сказа, тебе прощено больше, тебе проще на больше. Мы за свои преступления и грехи, дорогие мои, давайте вспомним на словах и Писания, сколько мы задолжали Бога, на сколько динариев, на сколько лет на вечное поругание. Без Иисуса Христа нет жизни. Слышите? Без Иисуса Христа нет спасения. Нет. Никто не родился святым. И если бы кто-то на землю родился святым, не был бы на земле Иисус Христос. Слава Ему! И если бы не любил нас Иисус Христос, не было бы Духа Святого в нашем сердце. Аллилуйя! Послушайте внимательно. Христиане, за тебя, за меня была уплачена цена не сто динарий. Не серебром и золотом мы искуплены от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, чистого непорочного анса. Смотрите, плата какая! Давайте вспомним этот сюжет библейский в Гефсиманском саду. Слезы друзья, дорогие, на Голгофском кресте, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Смотрите, какие действия совершались на земле за спасение мое, за ваше спасение. Впоследствии Иисус Христос говорит, я умолю отца, я вас сиротами не оставлю, я знаю, как вам будет тяжело на земле бороться с плотью, я знаю, как будет уязвлять сатана, он это знал, он это прошел, и знаете, в нашей жизни сегодня такая происходит, одна ситуация за другой, и знаете, враг искушает, враг приходит, но Христос, зная об этом, Он сказал ученикам и нам с вами, я пошлю, я умолю, я буду умолять отца, он пошлет Духа Утешителя. Друзья, и сегодня мы имеем такое богатство духовное Иисуса Христа Спасителя, Духа Святого, как силу Божью, чтобы мы Божьей силой побеждали эти искушения и светили в нашем доме. Светом были. Еще повторяюсь, у нас не должно быть врагов. То, что иногда нам приходится воевать за этими духами злобы поднебесной, это наша жизнь. И, друзья, дорогие, и апостол Иаков, он описывает такие слова, откуда эта сила берется, и откуда она нам приходит. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. То есть, у нас такой способности самостоятельной нету. От Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. Он нас восхотел, родил Словом, но этот дар, он сошел и для нас, чтобы нас родить. Это подана благодать. И также это благодать, которую мы должны постоянно пользоваться, питаться. Почему мы всегда приглашаем приходите на молитву, приходите на молитву, молитесь дома. У нас посредо молитва, приходите, не выдержите нагрузки сатаны, не сможете победить, в доме не сможете светить, не сможете, слышите, не сможете, ни я, ни вы. Нам дана молитва. И знаете, часто мы, не вникая в Писание, мы пренебрегаем, мы становимся без молитвы, а если появляется молитва, то только потому, что нужда появилась. Друзья, другие, нужды были и будут. Христос когда-то сказал, всегда будут бедные, всегда будут нищие. И было во время Иисуса Христа. И знаете, и было сегодня. В свое время, когда Мария Магдалина разбила этот сосуд, даже ученики усомнились в нем. Знаете, мысль пришла, о, если бы продать это мир. Смотрите, какая добродетель, но Христос имел другое. Он до этого много помогал нищим, он так говорил ученикам, и ученики так поступали. Но знаете, раз другая ситуация, мира дорогая, деньги не туда пошли, нам так кажется, а это воля Божия. Она приготовила к погребению, кто об этом знал? Прошли тысячелетия, а Марии сказано, как о хорошем сосуде, сосуде. А вот об Иуде сказано о плохом сосуде. Скажите, сколько в нашей жизни происходит христианской таких действий Божьих? Воля Божья. Воля Божья, она в том, в другом, в третьем, как ее распознать? Где распознать? И знаете, и в тот момент, когда смотрели люди на Христа, и они думали, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прокасается. Скажите, правда? Правда. А воля Божья? А вот воля Божья, она не такая. И вот, чтобы мы выполняли волю Божью, чтобы мы были в воле Божьей, Слово Божье нам ясно говорит о свете. Вы свет. Свет не заключается в том, что я христианин. Свет заключается в наших добрых делах, которые должны начинаться с нашего дома, в наших взаимоотношениях. Поймите, когда вы начнете выполнять волю Божью, вы столкнетесь с самым большим врагом. Это с плотью. И враг будет любыми путями указывать на ошибки соседа, на ошибки мужа, жены, детей, родственников. На разные будут и такие факты будут проводить. Так и хочется в это верить. И в это время, когда эти факты настолько сильны, мы забываем Божье Слово. Мы забываем, что надо промолчать. Мы забываем, что надо потерпеть. Мы забываем, что надо помолиться. Мы это сразу забываем, потому что зацепило справедливость. Как это? Одна овца, бедный человек, забрали от бедняка эту овцу. Так Давид сделал. Друзья, да хранит нас Бог, живя в это лукавое время. Трудное время не оказаться вне воли Божьей. Не оказаться на другой территории. Ты будешь справедливым. Но пройдет время, да не будет так. Но проходит время, мы замечаем, снимается охрана, дети уходят в мир, взаимодавец забирает твоих детей, твоих внуков. Кто виновен? Церковь, Бог, кто виновен? Иногда у людей такие вопросы, кто виновен? Бог виновен, Бог не отвечает, Бог не слышит. Нет, дорогой брат и сестра, я к христианам обращаюсь, ты виновен. Когда-то Сара сказала Аврааму, ты виновен в моей обиде. Знаете, иногда в нашей жизни мы виновны родители. И пришел однажды Божий пророк на землю, которому имя Иоанн Креститель. И у его была проповедь, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведника, чтобы народ приготовить к Божьему приходу. К приходу Иисуса Христа народ приготовлен. Друзья, дорогие, Господь нам это слово дал. Как нам жить? Любите, любите, благотворите. И Слово Божье подводит итог. Бог и так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. К этому совершенству Господь и призывает. Наша плоская жизнь, она имеет немножко другую модель. Нам, чтобы этих людей не было, чтобы с ними подальше, чтобы они жили на другой улице, а желательно в другом месте, чтобы меньше вообще их было. И мы держимся таких вот самых хороших людей, которые мне симпатизируют, которые мне нравятся, которых я люблю. И вот я хочу ходить в такую церковь. Кто не хочет? Все так хотят. Но церковь Божия состоит с разных людей, и с немощных веры, и с сильных веры. Знаете, нас таких людей Бог полюбил и через Иисуса Христа прозвал. И Ему вся слава. И когда мы входим в нашу жизнь, Божию жизнь, мы должны понимать волю Божью, чтобы понравиться Богу, чтобы сохранить род свой, сохранить свое поколение, чтобы не войти, знаете, по путям дьявола, чтобы он меня не обольстил, чтобы он меня не научил поступать по справедливости, когда у меня ее нету, когда у меня ее нету, давайте будем таким принципом жить. Вы увидите в ближайшее уже время в своем доме ваши дети вот тут будут. Послушайте меня еще раз. Ваши дети вот тут будут в первую очередь. Ваши дети. Это начинается с нашего дома. братья и сестры, не горчайтесь на Господа, на Его Слово, поступите по Слову. Не делайте ошибок в своей судьбе, не нарушайте волю Божью, не делайте уязвимым свой дом и поколение своих детей и внуков. Не делайте. Пожалуйста, я на это слово обращаю даже на ради того, пожалуйста, не делайте это. Сохраните свой дом, любите Господа, любите эти правила, любите это Слово Божие, вы сами будете свидетельствовать о славе Божьей. Вы будете чувствовать, как Божий огонь, Божья благодать, Божий дождь сходит на вас. Вы будете чувствовать в молитве Господа, вы будете видеть результат в своем доме, вы будете это чувствовать. Первые понимаете, вы будете чувствовать. А сегодня мы влазим туда, куда не надо. Мы становимся справедливыми. Вот радости на наших глазах в молитве. У нас Слово не касается. Потом приходят разные обстоятельства, и мы задаемся вопросом, почему? Друзья, дорогие, всякие сетующие, сет на грехи. Да хранит нас Бог, берегитесь. Враг сегодня не поменялся. Ни вчера, ни третьего дня. Он пришел украсть, убить и погибить. А мы верующие люди должны бодрствовать и не дать место дьяволу. Храните свои дома, берегите, не снимайте Божию охрану и ограду, не снимайте Божьего благодатного дождя из своего сердца, своих домов. Не уходите от Божьей работы, потому что кого любит Господь, того обрезает, наказывает, очищает. Это Божье правило. И мы должны любить Бога, давать место Господу. И поэтому, друзья, дорогие, вот такие Божьи правила, вот такая воля Божья и одновременно такая милость Божья. Мне хочется с вами сейчас помолиться, поблагодарить Бога за это служение. Бог нас любит, поэтому и говорит. Бог о нас заботится, поэтому порой и обличает. И Ему только слава. Мы стоим с вами перед молитвой и будем молиться за нужды, за спасение, за исцеление. У нас разные есть нужды. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые нуждаются в покаянии. Может быть, вы выходили, но не успели сообразить, понять, что к вам Господь обращался. Но если вы чувствуете, что вам нужно покаяние, вы еще не примирились с Господом, вы еще не каяли в своих грехах, вы не принимали Иисуса Христа как личного спасителя, поэтому, церковь, давайте встанем на наши ноги для молитвы и будем молиться за нужды, и будем молиться друг за друга. И чье сердце нуждается в покаянии, пожалуйста, это ваш день, это Божий день для вас, а мы, церковь, будем молиться, проверяя свою жизнь. Господь Иисус, Царь Царей, мы и по милости, и по воле Твоей здесь, мы по Твоей благодати, Господь живем, слава Тебе, Господи, мне хочется вместе с народом прославить Тебя и в начале, и в конце служения, Господи, славим Тебя за Твой совет, за Твое слово, за свет, который Ты нам открыл, Господи, и за тот свет, который Ты желаешь, чтобы у нас был, и через нас совершался в наших домах, Господи, благослови, благослови, Господи, я особенно прошу за народ, Господи, за Себя, чтобы мы были христианами, теми людьми, которые любим выполнять волю Божию, которые сохраняют верность Господу, которые идут к свету, идут и живут, Господь, как Слово Божие говорит, слава Тебе, и я благодарен Тебе за милости, за любовь, за благодать Твою, Господи, и я молю, Господь, о народе, который сегодня пришел на это собрание, слышит Слово Твое, Господи, может быть, чье-то сердце огорчилось, Господь, Божие, но печаль ради Бога производит неизменное покаяние, и в этом есть успех, Господь, когда и Ты обличаешь нас, обрезаешь, очищаешь, слава Тебе, и в этом, Господь, дай нам, Господь, радости и смирения, Господи, чтобы мы, не Господь, не разрушили свои дома, свое потомство, Господь, Боже, не принося плодов, добрых, которые Господь хочет, чтобы мы приносили, Господи, чтобы мы любили, чтобы мы благотворили, чтобы мы, Господь, даже если услышали какую-то весть, Господи, о стране или о ком-то другом, Господи, чтобы мы знали, что есть враг, о ларь бискенагэлайде, Господь, храни народ, храни народ от этих, Господь сегодня, Господи, дьявольских сетей, Господь, как многие сегодня вошли, Господь, в эту сеть, в этот интернет, как многие поражены этим грехом, как многих сатана парализовал, как многие сегодня уязвизвлены врагом, Господи огради, прошу Тебя, лавискумэне фрайда, огради народ, Господи, Боже, многие уже не питаются Твоего стола, многим Ты уже не интересен, многие уже на справедливость переходят, Господи, а как дети Твои, а как внуки Твои, о Боже, если Ты будешь нам это вменять, Господи, что с нами будет, а воочи Божия, на милость и только на милость Твою уповаю, лэрсуммэне гэлсэфрайда, Господь, я хочу, Господь, ту милость, которую Ты мне отдал, Господь, и миловать, Господь, и с милостью поступать с теми порой, которые нам не нравятся, Господи, у нас нет врагов, и не должно быть, Боже, я молю о дома, о семьях, Господи, я молю, Господь, о мужьях и женах, рэви доскамэнэнэглайда, пусть ангел Божий, а воочи ограждает эти дома, пусть Божья благодать она научает каждого священника, каждого домашнего, Господь, священника, храни, Господь, я молюсь за жен, за наших сестер, Господи, прошу Тебя, пусть эта молитва будет услышана в небесах, пусть эта молитва, Господь, там будет принята, Господи, помоги нашим сёстрам, жёнам быть, Господь, настоящими христианскими жёнами, о лэвистумэнэклайдэ, Господи, помоги, Господь, священникам, мужьям, быть теми мужьями, вери, Господь, любящими добро, любящими Господа, благослови, Господь, я молюсь о наших детях, о наших внуках, Господь, чтобы они видели, а воочию, что у них есть родители, что родителей надо подсчитать, что родителям надо повиноваться, Господь, Божий, им быть послушным, Господи, благослови наших детей, пусть наша церковь, она будет богата верою, и на добрые дела, и на хорошие плоды, Господи, пусть наша церковь, Господь, будет теми, Господь, будут те люди, которые любят добро, А во Отче Божье благослови Духом Святым, дай Господь народу верность, ревность идти к молитве, Господь обогащаться силой Божьей, чтобы приносить добрые плоды в своих домах, Господь благослови эти нужды, благослови Господь эти записочки, я молюсь о спасении, Господи дай покаяние людям, которые нуждаются в покаянии, Господи эти имена, эти фамилии, которые, Господь, сегодня прочитаны и написаны, Господи, я прошу Тебя, дай спасение, Господь, каждому человеку прошу, о каждом имени, Господь прошу, во имя Иисуса Христа, я также молю за исцеление, Господи, эти имена и фамилии, Господи, описаны, мы не раз их читаем, Господь, и сегодня так много нужд, Господь, я прошу Тебя, да явится благодать Твоя, да явится сила Твоя, исцеляющая, пройди по народу, пройди по каждой нужде, и дай милость, и исцеляющую силу пошли народу, Господи, благослови, Господь, часть этого еще дня, Господь, но самое большее прошу, пусть Слово Твое, Господь будет, Господь для нас ценностью, и чтобы мы любили волю Божью и выполняли волю Божью, благослови народ, Тебе и только Тебе вся слава, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.